здравствуй дедушка мороз борода и златы и я закуски вам принес кушайте ребята антонио покажи как готовить эти закуски гриш скажи мне пожалуйста вот как вы думаешь если человек 31 числа проводит весь день на кухне это вообще нормально или как на самом деле считаю то что в день нужно проводить больше времени семьей по факту это уже так считаю поэтому сегодня я подготовил три разных блюда а именно даже рецепта закусок и вы сможете их быстро приготовить самое главное провести больше времени семьей всем привет я вас приветствую на своем канале антонио под шубой давайте наверное приступим готовки не будем тратить время поехали и так первое блюдо на сегодня это подобие форшмака сразу оговорюсь что это не оригинальный рецепт это та версия которую готовлю я для данного блюда нам потребуется сельд лук яйца подсолнечное масло и хлеб для приготовления крутонов давайте начнем с приготовления даже не с приготовления с измельчения сельди для этого берем нашу селедку и кладем ее мясорубку за сельдью у нас пойдет что вам больше нравится либо яйца либо лук давайте коль яйца не знаю ближе или дальше начнем с них яйца нам необходимо естественно почистить от скорлупы ну и чтобы потом нам не отвлекаться давайте сразу очистим лук лук разрежем на четвертинки и снимем верхний слой чтобы она лучше привязала в нашу мясорубку ну и закончив очистку лука и яиц помещаем все это дело мясорубку важный совет в самом конце добавляйте четвертинку лук и она продают все ингредиенты которые остались мясорубки и все будет нашей миске так как лук нам не жалко поэтому остатки его мы уже без проблем потом вытащим и промоем мясорубку обязательно в конце добавляем масло и начинаем перемешивать итак получаем вот такую уже готовую смесь ну а теперь давайте подготовим наш хлеб для этого просто включаем плиту и подогреваем сухую сковородку несколько минутку будем обжаривать хлеб буквально по полминутки с каждой стороны для того чтобы образовалась небольшая корочка масло добавлять мы не будем потому что она уже у нас имеется в оля форшмаке прошло примерно полторы минуты следовательно хлеб поджарился и мы его снимаем с плиты и выкладываем на доску ну и дальше мы разрезаем его напополам и намазываем форшмак на наши крутые а второе наше новогоднее блюдо это рулетики с ветчиной сырым чесноком наипростейшее блюдо в приготовление и самое главное оно вкусное для него нам потребуется ветчина сыр чеснок укроп и немножко майонеза для начала давайте возьмем терку и потрем немножко сыром трем моего на мелкой терке итак мы натерли половинку сыра я думаю на наши рулетики это должно хватить давайте чтобы уж на точно еще чуть-чуть натрем здесь примерно будет чуть больше 100 грамм далее нам необходимо натереть чеснок для этого возьмем сразу в миску в которой мы будем все смешивать и натираем его туда можете использовать чеснокодавку это не принципиально важно ну и закончив натирать чеснок смешиваем все наши ингредиенты а именно берем натертый сыр пересыпаем его в миску но и самое главное забыл необходимо добавить укроп для этого возьмем небольшой пучок и нарежем его и отправляем наш нарезанный укроп также в миску чесноку сыром когда все у нас находится в миске добавляем майонез майонеза в данном блюде много не надо но опять же если вы видите что его маловато как в моем случае то можно добавить еще чуть-чуть ассистент дайте мне пожалуйста майонеза и так смешав все ингредиенты мы получаем густую такую массу но она нам такое надо далее берем нарезанную ветчину уже от производителя и выкладываем на нее немножко нашей массы аккуратненько все это дело распределяем и сворачиваем в рулетик повторяем данное действие со всеми рулетиками и финальное наше блюдо салат с кальмаром для него нам потребуется кальмар яйца майонез лимон перец и соль как варить кальмара и очищать вы сможете найти по словачки сверху но мы приступим готов для этого берем кальмара его я варил две минуты в кипятке разрезаем она пополам и нарезаем тоненькими тоненькими полосочками чем тоньше тем лучше и у крыльев мы обрезаем только уголки серединку выкидываем и также мелко нарезаем стараясь не срезать пальцы закончив с нарезкой кальмара отправляем его в миску правильно разбросав все по сторонам особенным к нему мы добавляем четвертинку лимона после добавления сока лимона мы также должны посолить наш кальмар немножечко и можем добавить чуть-чуть перца регулировать соль и перец мы будем в самом конце но на данный момент нам необходимо подготовить также еще яйца для этого нам их необходимо почистить почистив яйца нам необходимо их добавить в наши кальмары вариантов у нас несколько первый вариант это их либо мелко порезать 2 натереть на терке либо третий вариант это взять вилку взять яйцо положить яйцо в руку и начать скоблить яйцо вилкой тем самым мы ее и и его ломаем мелко мелко и в конце добавляем майонез для этого у меня должна появиться ложка у меня здесь примерно две столовые ложки майонеза и естественно начинаем все смешивать ну и когда все смешали обязательно попробуйте салат на соль и перец если чего-то не хватает то добавляйте по вкусу дорогие друзья сегодня мы приготовили три праздничных закуски от себя я хотел бы сказать что данный год был для нас крайне тяжелым но в предстоящем году я желаю вам и вашим близким самое главное здоровье семейного благополучия ну и достижение всех целей которые вы себе запланировали поэтому с наступающим новым годом всего самого наилучшего ну а с вами был антонио шубин и всего доброго пока